Мэр города Владимир Панов сегодня побывал в Новом Доскино. Местные жители пригласили его посетить поселок во время встречи мэра с жителями Автозаводского района. Поселок находится на крайне и ранее руководители города о нем как-то забывали. Дошло даже до того, что депутаты городской думы фактически не глядя в 2010 году перевели деревню с жилыми домами в разряд садовых товариществ. Причем люди об этом долгое время вообще ничего не знали и сейчас столкнулись с последствиями этого странного решения. Я продала квартиру в последний день. Пишут письмо, что я в саду живу. У нас решили статус ИЖС. Вы почему так расстроены? Расстроены, потому что получили письмо. Посмотрите, какой адреса. Мне кажется, что это был статус. Как раз и написали, что изменения, которые вернуты справедливость, они наступны в сентябре 2019 года. Вот что здесь написано. Везде, где ИЖС были переведены в сады, мы сейчас эту ситуацию все исправляем. Никто не сказал. Пока я документы не поддала на реконструкцию дома, я не знала. А люди-то не знают, что это надо. Даже никто. Еще раз говорю, поэтому мы с 29-ми детьми сейчас это исправляемся и исправляем. Киоск стоит вот этот, не по месту, но вообще стоит. Я не знаю, за какие взятки дали разрешение на строительство. И есть ли вообще разрешение на строительство? А жителям вот этот объект точно не нужен. Водимирсад не нужен. Но дело в том, что здесь не продают продукты. Здесь разливайка, рыгаловка, продают валеную водку без лицензии, безо всего на то. Это временный объект, Водимирсад. По поводу объекта принято. Во-первых, он построен с нарушениями, он уже имеет признаки капитального строения, а не временного. Во-вторых, то, что у вас уже достаточно инфраструктуры, вы сами говорите, что он не нужен. Значит, тогда вот в рамках действующего законодательства, и сейчас я поручение дам, чтобы его убрать. По-моему, ни один мэр еще сюда не приезжал. И о жизни нашего поселка, в принципе, городская администрация понятия не имела. Он, как я понял, очень ответственный человек. И, в принципе, знающий человек. Потому что спрашивает, как, чего и что, и когда будет что решаться. Он на стороне жителей.